До 18 сентября еще три недели, а это значит, что предвыборная гонка за избирателями в самом разгаре. Привлекать сторонников кандидаты могут лишь следуя определенным правилам агитационной кампании. Например, они не могут использовать фотографии других людей. Исключение ЦИК России сделал для КПРФ. Портреты вождя пролетариата и товарища Сталина на листовках партии шаг оправданной считают в федеральном органе. В культовых зданиях, также в государственных учреждениях никаких агитационных материалов не должно быть. И муниципальных. То же самое, если это есть, я лично разберусь, этого не должно быть, это нарушение. Помимо контроля за соблюдением правил агитации, ЦИК Татарстана занимается подготовкой избирательных участков. В день выборов ровно в 7 часов утра свои двери откроют более тысячи участков. Со законностью проведения выборов на каждом из них будут следить около 40 наблюдателей, в том числе и международные из США и Финляндии. Кстати, урны установят еще и в аэропорту Казани. Они будут открыты для жителей других регионов. У нас в Казани будут установлены вип-камеры. Всего у нас в Казани 416 избирательных комиссий. Вот везде, значит, на участках будут установлены, я думаю, практически уже Ростелеком приступил к монтажу, и они должны успеть запустить к однему голосование. Отдать свой голос той или иной партии могут почти 3 миллиона жителей республики. Из них 33 тысячи человек проголосуют впервые. Глава комиссии отмечает. Их на избирательных участках ждут подарки. Альмир Низамов, Вальнур Шакиров. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.